Лёня, есть какие-то перчатки или хотя бы тряпки им намотать, пусть так дубасятся, да? Первая моя поездка, одна из первых поездок, у меня Руслан баркировал колесо, вставлял сосок. Сосок вставлял? Себе? Мой себе, мой себе вставлял, я ему говорю, на, он, ой, не, 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 не. Большой. Мне ещё сосок давал ещё Вожняк, мне оторвало этот самый датчик. Это у меня такой большой хрен, что ты его назвал соском. Нет, это у меня маленький хрен, что он назвал его соском. Да ну давайте померяйтесь. Вожняку тогда ещё прилетело этим самым в Тойоту, на первом участке прилетело тросом. То на третьем был. На первом. Или на третьем уже? На третьем был. Когда мы с Пашей дёргали его, и Шакл залетел в салон? Лобовое. Лобовое. Это нормальная стропа. Да не конченая, там хорошая стропа была. Так бы мост остался бы на танковой, а кузов поехали бы мы с тобой. И волку прилетала твоя стропа. Нет. Ты специально такие покупаешь. Нет, это оригинальная была. Он продаёт. Типа отключай на. Не понят ни хера, вообще. Ну как собака. Как к этому, как Вожняку прилетело, я видел даже видео из его салона. Такой стекланец. Вот это одни из первых раз были, когда я проехал всю Танково. Ну давай сейчас назад долбани, вспомни молодость. Вожняк не проехал, а ты проехал. Паша, отойди от него, ещё передастся. Я приеду, вы опять разнотитесь. Я из-за тебя застрял, потому что ты остановился. Мы будем молчать, мы клянёмся. Да, да, он Руслан тоже там и видео назвал. Хаммер остановился, я не проехал. Пересматривал сто раз видео, смотрю, что он даже до меня не доехал. Так нет, я же обороты снизил. Ну чуть-чуть сбавил обороты. Ну что, что не едет у тебя этот самый? Стыдно, камер проехал, блин, а этот не проехал. Знаешь, в чем прикол, что вот он вылазил с него и он едет нормально. Ну немножко, может, криво, но типа едет. А когда он залазит туда, начинается какая-то хуйня. Куда, куда? Двигатель отрыгивает. А, в УАЗ. То есть ты мешаешь ему ехать. В твоём случае едет не человек, а машина. А в твоём? А в моём человек. Какой человек? Кто пробует поедать? Ну, в того не какой-то человек. Ты ж помнишь, я тебе дал один раз проехать? А ты шо, я неделю скрипатурой лежал, блин. После спортзала, это человек, который выиграл все кружки пива на фестивале. Кружки пива? Он же не один выиграл. От камеры, камеру же я держу, понял? И рука. Ага. Костёр у нас. От регулярного теребони не я? Смотри, не тражешь на качалку. Нет, это же не та рука, не та рука, ты чё? На качал руку. Рука другая. То есть всё-таки теребониешь, просто другая. Ну, очереди. Эпект незнакомочки там, да? Это самое, поддержат кружку, рука залипела. Я смотрю, ты тоже у нас спец ещё полна. А чё, а чё, а чё тут это самое секреты? Не, видишь, у него же даже с правой штанины. От себя, да, Руслан? Что, что? Не на себя, а от себя. Выкачивай. Отсиженной рукой. Ну, это ты там спец, я не знаю. Ну, последний, тут сыт костёр, короче. Я поехал. Пока. Я уже поставил на колесо тебе, Руслан. Смотри, сегодня новый. Руслан сказал, что будет стоя страдать. Друзья, всё в обратный путь. Ночная танковая. Не видим. Ничего не видно. Плохая очень видимость. Руслан сказал, что будет стоя страдать. Так, с нами пикап. Что-то Леня развернулся. Решил объехать танковую, я понял. Правильный маршрут. Четыре машины остались. На обратном пути. Не едет, вернее, сзади. Сейчас я его подожду. И поедем. Блин, на какое-то наехал колесо. Колесо на какое-то бревно. Непонятно, пробил колесо, не пробил. Странно, машина едет. Леня со своим задним фонарём. Всю картину. Излинил. Да, что-то с колесом, похоже, пробил. Как-то упали бы на один бок. А может и нет, сейчас посмотрим. Бревно плывёт впереди. Спасибо. Б nogle плывоворы. Обland. Береги. Беру. 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 Береги. глянем что скале так с этой стороны все нормально с этой с этой тоже все показалось что-то попало тут просто какие-то собрали ветки да такая ночная танковая это жизнь да к сожалению ничего не видно стекла потеют полный жестяк фары вытерли сейчас получше все равно общую картину не передает на колеса целы опять хорошая лужа зимой конечно намного лучше видно когда снег лед все беленькое отсвечивает хорошо катнули но мысли о постройке думаешь были мы в карьере поломали машину она могла ездить думаю а теперь думаю наоборот хорошо что сломали как бы она вот это в этом непонятном режиме в котором страшно выехать лишний раз и нырнуть где-то так как мы доработаем сейчас до нормального вида можно будет эксплуатировать очень уверенно машину я имею ввиду я имею ввиду залу пазли сегодня меня спрашивали за первая буква запорожек вторая буква лу луас второй слог и пазл как пазл собран из кусков сейчас еще и нива добавится надо будет что-то придумать новая может быть хотя новая не придумаешь уже уже имя есть да не хватает люстры которые у нас тырили к сожалению сейчас было бы видно все как днем хотя сейчас свет подешевел под домом люстру то что ну что стырили звонили какие-то нареки предлагали откупить за какую-то цену в два раза дороже ее стоимости да красиво тут зимой очень обязательно посмотрите серию не серию а там вон короткий ролик страшный сон джипера это с этих мест на танковой классное видео так бревна бородача проезжаем где он погнул погнул тяги крепление моста подвески такая она вся горбатая вверх-вниз в общем все уже видели будем потихоньку он кто-то впереди показался будем потихоньку двигаться туда четыре машинки вот к этому месту подъезжаю вспоминаю как кипела бомба выкипал с нее вода антифриз выкипала вот где-то мы здесь остановились доливали последнюю воду что-то система охлаждения не помню какие уже были проблемы тоже это все в темноте было уже лет пять наверное четыре не помню давно в общем все, Леня задний фонарь выключил это меня ждут я понял на пикапе хорошие колеса с выносом бешеная влажность такой пар идет насколько важно все-таки надежность в опроводе Леня ездит на самурае и не может нарадоваться просто насколько сбалансированная вот машина хочет колеса больше поставить а я ему говорю не надо вот она хорошо работает надежно все четко там может блокировку заднюю не может можно добавить а так я бы и не трогал ничего вот все четко сейчас как надо аппарат аппарат идеальный в виде такая мряка дождь фарс машин в таком как в тумане двигаемся паша вон впереди дальше слышу по ногам попадает болото с улицы через окно красиво самурай идет усиленные полуоси у Лени стоят 33 33 с копейками колеса там сейчас очень достойно едет все много раз видели и перестает машина радовать и нас и Леню всех в общем вот тут достаточно сложно такой вязкий скользкий тут глинистая такая почва как-то разная в разных местах по-разному где-то песчаная больше где-то болотистая такая грязевая а тут в одном месте вот где-то здесь по цвету она такая как глина но даже меня боком поставило немножко друзья подписывайтесь спрашивайте в комментариях что кого интересует по любым видео в принципе все комментарии читаю всем стараюсь ответить если есть ответ конечно бывают непонятные комментарии там что-то сложно ответить так здесь наше бревно перепрыгнул я да понижение очень важно кстати лениг не хватает понижения он сейчас на понижайку тоже собирает идти в раздатку там что-то то ли 700 то ли штуку стоит что-то такое достаточно дорого за две шестереночки такие цены самурай самурай кстати на самом деле такая культовая машина на нее все достаточно дорого хотя на вид вроде маленькая но цены многие большие внедорожники отдыхают по ценам хотя цены скажем на пары на кит в раздатку примерно у всех на одном уровне но есть позиция у самурая недешевая у него стоят сзади усиленная полуоси впереди там тоже что-то нестандарт чуть-чуть покрепче за счет этого машина ездит не ломается небольшой вес очень много у нее преимуществ нам конечно с Пашей довести до состояния чтобы не ломалась машина и то ломаемся иногда последний раз последний раз мы две недели назад катались я сломал шрус в болоте еще не показал вам это видео не успел там очень жестко было хороший там ролик будет посмотрите кто не посмотрел на канале можно найти очень много интересного контента youtube как-то нас не видит и не рекомендует многие люди не видят интересных роликов выбирайте раздел на канале заходите на канал раздел видео и в разделе видео и в разделе видео сортировка самые популярные выбираете там все топовые ролики подряд каждый в принципе заслуживает внимания несколько роликов больше трех миллионов просмотров ну и больше двух там тоже много в общем есть что посмотреть хотя есть очень много роликов которые youtube не подхватил просмотров немного они достойны вашего внимания в общем заходите заходите на канал подписывайтесь делитесь пишите комментарии youtube не видит из-за этого монетизация очень низкая просмотров мало и к сожалению из-за этого нет не хватает средств на на постройку так можно было контента конечно много интересного показать построить тем более с такими людьми как макс который просто загорается глаза горят идей куча интересных которые никто не делал можно можем снять показать все зависит от просмотра но оно взаимосвязано нужен и контент хороший ну контента достаточно много да где-то лучше где-то хуже но сейчас конечно просто мы едем я вам что-то рассказываю про бородача бомбу могу сказать он там возглавляет колонну Toyota Furrunner Паша за год поломал более 7 редукторов как бомба получилась давайте два слова расскажу бомба это Toyota Furrunner на мостах А66 трехлитровый Furrunner стандартный распространенный в Америке любят его везде как бы он популярная машина очень хорошая качественная крепкая у Лени такой был кстати но Леня недоволен Паша Леня ломал шрусы а Паша ломал редуктора то ли 7 редукторов поломал то ли больше я уже не помню просто очень много после этого после последней поломки он сломал два сразу одновременно и после этого ну это было у меня на глазах все происходило под Васильковым там мы туда не ездим кататься там хорошие места такие горки каньоны хорошие места и там на время был спецучасточек небольшой такой это давно было уже лет наверное 7-8 назад и как-то он на диагоналке сразу сломал и редуктор и тягу рулевую или два редуктора я даже не помню уже привезли ребята сварку починили заварили наконечник там оторвало по-живому сломало ну и это был заключительный его аккорд на мостах уранеровских после этого было принято решение поставить мосты ГАЗ-66 я думаю можно найти тоже такая была дождь покатуха тоже под Васильковым была символично выехали туда же где сломались где закончили ну потом были многомесячные даже я бы сказал годичные или двухгодичные доработки ломались карданы подворачивало мосты вот мы уже выехали к ЖД переезду третья часть танковой закончилась доводилась машина до того состояния что Паша возил несколько карданов с собой доводилась до нормального состояния чтобы не ломались не подворачивались мосты не ломались карданы менялись углы наклона все усиливалось это такой опытным путем сломал усилил доработал изменил угол наклона мостов поставики подворачивали вверх чтобы угол кардана изменить ну и так была доведена машина стала достаточно надежной на больших колесах потом арочные шины появились стала она выглядеть очень круто изначально выглядела как сегодня она на мостах шишиевских и шишиевскими шинами скажем с ними намного проще двигаться по дорогам общего пользования легче двигателю более динамичная езда вот такая ситуация ну что мы двигаемся уже вдоль железки к ЖД переезду хорошо покатались отличный был костер человеческий рост шикарный шикарный обед переходящий в ужин компания бесподобная всем спасибо еще раз прошу подписаться поставить колокольчик напоминаю если колокольчик не стоит вы не видите свежее видео я понимаю очень много роликов не могу я двух трехчасовые ролики выкладывать во первых никто ничего не видит смотрят кусочек и выключают потому что ну это не ютубовский формат часовые двухчасовые и больше видео раньше мы так делали но стараюсь максимально отрезать неинтересно чтобы было было только что-то что-то интересное то что происходит на фроуд движение и вокруг все всем до встречи пока не знаю поедем сейчас еще по танковой но наверное нет наверное скорее всего выйдем сейчас на асфальт и разъедемся по домам всем пока до встречи друзья подписывайтесь с